Слесарь Чуриканов купил стиральную машину со встроенным интеллектом и уже через неделю попал к ней в рабство. Дальше. Восьмой раз переустанавливая Windows XP, игумен Никон предал анафеме антивирус Касперского. Где идёт разминка? Команда КВН, Степ и Ко. Бытует мнение, что в Сибири медведи бродят по улицам. Но нас интересует другой вопрос. Почему их не пускают в общественный транспорт? Пожалуйста, Саша, Прима. Почему сибирские медведи не допускаются в общественный транспорт? Потому что транспорт держит мафия зайцев. Слушаем представителя Примы. Прошу. Подопытный хомяк Гена на ногах перенёс ящур, птичий гриб и чумку, а умер от безответной любви к подопытной крысе Валентине. Дальше. Сенсация. В Курске найден мальчик, воспитанный фрезеровщиками-староверами. Он крестится одним пальцем. Ограблена квартира депутата городского собрания Курска господина Самохина. По словам депутата, у него ничего не пропало. А вот у его жены украли 2 миллиона долларов. Спасибо. Выстрелы. Северная Корея заявила, что проводит свои ядерные испытания исключительно в мирных целях. Мирные цели находятся в Вашингтоне, Сеуле, Пекине. Дальше. Не было бы счастья. Купец первой гильдии Нила Фанасьевича Коробейников спустил все свое состояние в казино буквально за день до Великой Октябрьской социалистической революции. Спасибо. Дальше. За проведение опытов над живыми людьми Гаагский трибунал потребовал закрытия Чебуречной на Курском автовокзале. Спасибо. Штрафной круг. Добрый вечер. Мы сборная Московского государственного университета «Университетский проспект». И у нас, естественно, московский вопрос. Зачем москвичам покупать новые сверхскоростные машины, если максимальная скорость движения по Москве 30 км в час? Итак, есть первый вариант ответа. Зачем покупать скоростные машины? На вопрос, зачем покупать скоростные машины, если скорость всего 30 км в час по Москве. А по-вашему что, на концерт Виагры песни ходят слушать? Что-то глубоко было. Так, пожалуйста, зачем... Я просто ходил, Александр Васильевич. А! А! Уважаемые веселые находчивые, вас приветствует команда КВН «Астана КЗ». Привет! Как известно, казахские акины, что видят, то поют. Нам интересно, по какому принципу работают московские акины? Пока! Пока! С 1 апреля в Москве акины не работают.